Хочу сейчас обратиться, я уверен, что за моими лайвами следят все существующие молдавские спецслужбы, а также их родители. Я хочу сейчас официально заявить, я думал завтра выйти на пресс-конференцию, но времени просто нет. А кража, которая должна произойти в ближайшее время, возможно даже в ближайшие дни, и чтобы потом не было, а усатый не знает, это дезинформация, потом это все подтверждается, вы помните, я начал шуметь, что выводят и крадут деньги из всех молдавских банков, первый раз когда-то делал Горбунцова в 2011 году, но тогда воровали только в одном, потом воровали в Унибанке, банка Сучала, банка де экономии, в программе Скрипника в мае 2014 года, я об этом говорил, все говорят, не, не, не надо слушать УСАТ, он хочет подорвать банковскую систему и так далее. Не слушали, тогда послушайте сейчас. Значит, есть в Молдавии Молдингумбанк, банковское заведение, учреждение. Все вы знаете этот банк, банк, за которым стоял Платон, очень много скандалов было вокруг этого банка, банк замешанный, как утверждают разные специалисты банковской деятельности, эксперты по борьбе с коррупцией и так далее, экономисты, банк, который участвовал в разных, в свое время, махинациях. Одни говорят про Ландрома, другие говорят про еще что-то, но в результате того, что Платона решили упрятать в тюрьму, значит, я говорил, находясь за пределами страны о том, что Плохотнюк положил глаз на банки Платона. Да, они это просто сделали через государство. Я помню, как хотели не продать когда-то Универсалбанк, так же, через какие-то компании. Сейчас решили через государство, типа все законно. Значит, акции Молдингумбанка более 70% были проданы болгарскому фонду. Значит, так я себе записал, значит, холдинг доверия, значит, болгарский холдинг, у которого сегодня более 70% акций Молдингумбанка. Значит, реально за этим холдингом, ну, то есть они чистые номиналы, они всю жизнь занимались лекарствами, они купили за 700 миллионов лей, за 35 миллионов, это получается 35 миллионов евро, да, они купили акции, контрольный пакет более 70% акций Молдингумбанка, они чистые номиналы, за ними реально стоит Плохотнюк. После бегства Плохотнюка из Молдовы, значит, у Плохотнюка сегодня очень много бизнесов, кстати, которыми власти абсолютно не занимаются тем, чтобы как-то приостановить их продажу, то есть, ну, якобы оформлено на других, там, не до него, а это обсудим в другой раз. Но сегодня конкретно, значит, хотя они пытаются, пытались до сих пор срочно продать Молдингумбанк кому-то, все боятся его покупать, одни говорят, выйдет Платон, вернет банк, потому что незаконно у него забрали, вторые, как бы, боятся, там, политической ситуации в стране, там, нестабильной, короче, Плохотнюк, и вот товарищ, акции этого банка продать не может. Что они решили? Значит, в ближайшее время они хотят вывести 100 миллионов евро, значит, в некоторые зарубежные фонды, якобы для размещения этих денег, значит, это чистый кидос, по-другому это не назовешь. Они хотят вывести эти 100 миллионов евро, потом они скажут о том, что эти зарубежные фонды накрылись, потому что они купили, повторяю, за 35 миллионов евро акции банка, хотя они занизили там, то есть, должны были его реально купить намного дороже, то есть, это просто была прокрутка денег, потому что, повторяю, вот этот холдинг доверия всю жизнь занимался фармацептикой. Я сейчас, как бы, начну собирать материалы на тему этих болгарских олигархов, значит, но сегодня, вы понимаете, да, не находясь в стране, его там, как будто все ловят. Полгода кричу о том, что он в Америке, сейчас только об этом недавно, там, что-то сказал, там, Канду, что-то сказал, Дадон, там, еще кто-то. Послушайте, человека нет в стране, его бизнесы продолжают работать, это проблема властей, и показывает их никчемность и недееспособность решать сегодня проблемы. Но, то, что, находясь уже не у власти, значит, провернуть махинацию, украсть 100 миллионов евро, значит, в одном из молдавских банков, и опять потом будут суды, ну, короче, вероятность того, что это все повесят на нас, она огромная, поэтому, есть одна очень важная деталь. Нацбанки, нацбанком руководили, руководят по сегодняшний день люди-плохотника. Значит, а вот начал разбираться, значит, до ноября 2019 года, до ноября 2019 года, значит, к банку, к молдинку банку, была применена процедура наблюдения со стороны нацбанка. Что это значит? Это значит, что молдинку банк должен был постоянно, предварительно, согласовывать с нацбанком какие-то свои действия. Значит, это происходило, еще раз, процедура, значит, наблюдения, суправигели, демпартия бенча националь, афост, дуарпу, налумба, ноембри, дууми, ношпи, шакума, факу, напелла, банка национала, лаченя, прокуратура-дженерала, преминистр, шамадепартия, боец, ну вам пинга, пока, тукумва пиурма, саспуницкая, ой, мы не знали, я не такая, я просто ждала трамвая, шамурчи. Значит, сегодня обязаны быстро, нацбанк обязан ввести опять эту процедуру наблюдения, для того, чтобы, для того, чтобы не дать им вывести эти 100 миллионов евро, потому что после, как они трезвут эти 100 миллионов евро, банку как бы наступит капец. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok